Школа в Ивановских двориках распахнет свои двери 1 сентября. Школа в Большевике в декабре. Заместитель министра строительного комплекса Московской области Александр Доманов провел выездное совещание на этих объектах и проверил, насколько качественно выполняются работы. Тему продолжит Олеся Кенфеева. В школе в Ивановских двориках более 200 рабочих. Пока одни заняты благоустройством территории у нового учебного заведения. Готовят дренажную систему на месте будущего стадиона, на котором появятся волейбольная, баскетбольная площадки и футбольное поле. Другие готовят стены, потолки под покраску. На завершающем этапе находится установка систем вентиляции на крыше здания. У первого заместителя министра строительного комплекса Московской области Александра Доманова претензий ни к подрядной организации, ни к администрации города нет. Строительный процесс на объекте идет хорошо. Я доволен. Объект в одной. Я думаю, что задача будет решена. Отношение к объекту довольно серьезное и хорошее. Поэтому надеемся, что с объектом все будет в порядке. В течение недели строители приступят к отделке фасада. Облицовка будет выдержана в трех цветах – желтом, белом и светло-сером. На свещании утвердили цветовую гамму кабинетов и коридоров школы. Ранее по ней у глав архитектуры возникали вопросы. Должны уложиться в назначенные сроки. Поэтому надеюсь, что нам помогут проектировщики, минстрои. И мы наконец заденем вопрос, который у нас по фасаду был не согласован. Но сейчас, я думаю, решение принято и уже нас ничего держать не будет. Проверил заместитель министра ход работ по строительству школы в поселке Большевик. На этом объекте отставание от графика и недостаток рабочей силы. Только через неделю начнется укладка теплотрассы. С 18 июня планируется начать монтаж электрики. А в начале июля установку окон. Кровли обещают доделать к концу июля. Фасад в октябре. У главстроенадзора. Неоднократно возникали вопросы к подрядной организации. На данном объекте, согласно программе проверок, у нас запланировано семь плановых проверок. В настоящее время пять проверок уже проведено. По результатам проверки, естественно, выявлялись нарушения требований технических регламентов. Но подрядчик своевременно устранял нарушения в рамках проверки и избегал, так сказать, административных наказаний. Представитель генподрядчика отметил задержки с поставкой строительных материалов, но при этом заверил, никакие трудности не помешают дать школу в эксплуатацию. Есть вопросы и проектирования, есть вопросы и финансовые. Поэтому будем помогать подрядчику для того, чтобы ускорить процесс завершения работ. И с проектными вопросами, с прохождением экспертизы, я думаю, что должно всё получиться. Школа в большевике будет относиться к Дашковской. За парты в новое здание дети сядут уже в декабре этого года. Продолжение следует...